Добро пожаловать в Саванну Вургхонга. Это игра The Hunter Call of the Wild. С вами вновь охотник Роман. Ну что же, подходит к завершению моя охота в Африке. И сегодня, наверное, последний охотничий день в этом сезоне на территории южного континента. Почему последний день? Ну, смотрите, какие задания у меня здесь остались. Залог безопасности. Необходимо добыть африканского буйвола с помощью вот этой винтовки King 470BD. Задание выполнить не могу, потому что эту винтовочку приобрести не представляется возможным. Не хватает уровня. Мастер-класс. Ну, здесь 75 метров или дальше попасть в сердце. Ну, двух спрингбоков с помощью дробовика убить это еще ладно, можно. Ну вот, попасть в сердце с 75 метров, ну, это большая удача. Король всех винтовок. Задание тоже не могу выполнить. Нужна винтовка 470, которую тоже я купить не могу. Ну, и здесь еще одно задание. Добыть животное попаданием в сердце. Ну, я скажу, ребята, что... Выполнить это задание... Ну, у меня не особо получается попасть в сердце. Вроде бы мечу. Тут даже, кстати, мне и три животных добыть попаданием в сердце. В сердце попасть не получается у меня. Вот. Винтовочка. Давайте я вам ее покажу. Король всех винтовок, как ее называют. Вот она. King 470... 470 dB. Зенит. Вот так вот. Ну, и вот владение. Видите, тут еще мне, ой, как много надо, поэтому я до этой винтовки доберусь не скоро, если вообще доберусь когда-либо. Так что здесь, в Африке, у меня, видите, все задания подошли к концу. Ну, и остались те задания, которые выполнить. Половина из них невозможно, а половина с попаданием в сердце. Ну, это полный гемор. Возиться с этим тоже неохота. Поэтому, наверное, саванну в Урхонга я буду покидать. Кто вон там ходит. Перемещаться в другой регион и уже выполнять задания там. А сегодня я закончу охотничий сезон в Африке охотой и добычей еще одного животного, которое я добывал, но видеоролик по нему не снял. Животное это называется малый куду. Было у меня такое задание добыть малого куду. Вот он, кстати, видите, стоит. Смотрите, как мне повезло. Причем довольно-таки недалеко. Вот этого малого куду сегодня я попытаюсь добыть. Давайте посмотрим на справку, что он из себя представляет, этот зверь. Малый куду. Вот так вот он выглядит. Самая популярная добыча охотников за трофеями. Эту антилопу легко опознать по характерным длинным видам рога. Куду встречается на пастбищах в восточной части Африки. Малый куду меньше из двух схожих видов. Вес особей приблизительно 100 килограмм. Самцы, изгоняемые из общего стада в возрасте около двух лет, ведут более подвижный образ жизни, странствуя по одиночке или однополыми группами. Самцы куду устраивают борьбу за самок. Иногда их стычки заканчиваются летальным исходом. Случается, что самцы сцепляются рогами и не могут освободиться. В итоге оба погибают от голода и жажды. Осторожный и пугливый зверь. Отличный слух и отличное зрение нюхом. Вот такой вот зверь. И добывать я его буду с помощью винтовки 270 калибра, с тем, чтобы дали бонус за состояние. Сотенку я буду использовать вот эту винтовку. Ну вот он где-то там ходит. Высокая трава. А вот еще один малый куду, самочка. Ну, давайте я ее и добуду. Прямо отсюда, наверное, сколько здесь метров. Видите, прям с порога дома вышел из палатки, видите. Сейчас прямо отсюда попробуем добыть. Если расстояние позволит, сколько. Слушайте, ну недалеко, 85 метров. Я думаю, сейчас спокойно ее возьмем. Эту самочку. Ну вот я вроде бы как стараюсь попадать в сердце. Но, ребята, тяжеловато. Скачет. Ну, вроде бы как там попаданий-то много. Что ж ты? Не падаешь. Ну, сейчас должна упасть. Раза два точно я по ней попал. Все. Малый куду мертв. Ну, вот видите, просто так получилось. Я думаю, придется выслеживать добычу. Ну, выслеживать не пришлось. Появился малый куду прямо здесь рядом. Пойдемте посмотрим. Куда я попал. Метил так в сердце, сами видели. Но... Сердечко маленькое, и попасть туда проблематично. Ну, сейчас, если повезло, то в сердце попадание зачтут. Последний охотничий день, ребята, в Африке. И это последняя добыча на этом континенте. Давайте смотреть, куда я попал. Ну, вот видите, метил в сердце, но первое попадание... Да, интересно. Метил-то в сердце, а попал вот сюда, вот в мягкие ткани. Бонус за состояние почему-то не дали. Использовал я Хансман 270. Может быть, значит, надо было использовать поменьше калибр, 243. Странно, я по таблице смотрел. Малый Куду бонус на состояние должны были дать. Ну, почему-то не дали. Так, а второе попадание, уже когда она бежала, было вот сюда. Принимаем этот трофей. Ну, и на этом я заканчиваю. Видео получилось коротеньким. Будем прощаться с Африкой, саванной Бурхонга. Много я здесь провел времени, ну, и добыл все виды животных, которые обитают в этом заповеднике. Все они есть на моем канале, в плейлисте по игре The Hunter Call of the Wild. Ну, и вся территория, соответственно, у меня открыта. Везде я побывал, видите. Вопросительных знаков минимум тут осталось. В общем, говоря, делать здесь больше мне нечего. Поэтому следующие видеоролики из игры The Hunter Call of the Wild будут уже из других локаций. Может быть, вернусь в озерный край, поохочусь на уток. Ну, а впереди еще одна большая локация. Зимняя область. Медвежья тайга, по-моему, она называется. Заповедник. Ну-ка, давайте посмотрим. Там я вообще еще ни разу не был. Да, вот. Медведь тайга, национальный парк. Вот здесь вот я не был, и здесь буду выполнять задания. Озеро, озерный край. Почти тоже все там закрыто, выполнено, ну, по возможности. Да, еще есть вот Европа, парк. Но я пока оставил ее в стороне. Так что следующее видео не знаю, откуда пройдет. Может быть, наверное, вот здесь, в озерном крае, будем охотиться на уток. Пока не знаю. Ну, а зимой, ребятки, нас ждет медведь тайга. Вот такие вот планы у охотника Романа. Поэтому я с вами не прощаюсь, говорю до новых встреч. Ждите. Видео по игре The Hunter Call of the Wild обязательно будет. Ну, а с Африкой я прощаюсь. До новых встреч, охотники. Увидимся в игре. Пока.